Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Одночасово участковые комиссии ведут зверку списа у выборщиков. По словах самих членов комиссии, особливых проблем с проведением этой работы не возникает. Олег Сентеров ознайомился со станом справа. Аб на доходящих выборах у Жлобини нагадуют шматники рекламной щиты и в уличной растяжке. У Вогли город живе у звучайном ритме. До открытия новой вытворчисти риктуется основное местовое предприемство, белорусский металлургичный завод, стабильно працуе социальная сфера. У Вогли жлобинчанам есть чем поравновать сегодняшнее становище у Тымлику и с не таким уже далеким часом. Когда я в 1994 году, работая в школьной библиотеке, получала 13 долларов среднюю заработную плату и могла купить одни туфли и то из ненатуральной кожи, то сегодня, конечно, уровень и мой лично, и людей, которые работают рядом со мной, заметно вырос. Ситуацию у Гомель так само можно назвать спокойной и деловой. Кожный выборщик уже ведает, где будет находиться участок для голосования. У будинку 11-го детячего сада их, например, одразу два. 46-й выборщий участок будет находиться у музыкальной зале. Вот тут поставить кабины и урны для голосования. Справа столы для членов комиссии. А там, где зараз находится наша видеокамера, обсталюсь место для назиральников. Правда, зуликом того, что это установа адукации, научальный процесс тут практически не спынется. Место для детерминового голосования будет находиться у иншем покое, а тому, предупрежденные раскладом занятки, будут припынены только один раз. Алия Пакуль – головная для членов комиссии зверка списов выборщиков. На 46-м участку их около 2,5 тысяч человек, алия эту лечбу необходимо удокладнить. Когда у нас образовалась комиссия, всюду озвучили, что в данный период идет работа по спискам, уточнение списков, поэтому люди без проблем пускают. Списы выборщиков складались в этом году, алия навык за невеликий адресок часу ситуация изменилась. Некто уступил в штупе, переехал на новое место жихарства, некто пободовал новое жилье. Члены комиссии повинны удокладнить списы и еще раз запросить людей на выборы. Комельчанка Светлана Громыка обещала прийти обовязкова. Кажа удел у выборщей компании проймала с самого початку и лечить это своим грамадянским обовязком. Приходили, собирали подписи, мы оставили свои подписи за кандидата, наша семья уже, можно сказать, определилась. 11 обязательно, конечно, мы придем. Это естественно, это не обсуждается, мы обязательно придем всей семьей, муж, я, сын. Александр Александров, Александр Александровниц, цели рада компания «Гомель». До инших тем. Дожды, которые на протягу некоторых дней проходят на Гомельщине, дозволили аграрам почать обозимых, яки у попередних годы их основу складывают с третикали, пшаница и жита. По словам специалистов областного управления по сельской господарции и харчеванни, протяглый засушливый перец не только оказал негативный вплыв на ураджай этого года, а и поставил под погрозу ураджай будущий. Не олядячи на оптимальные термины, на минулым тыдни ся в Буазим их проводили только два районы. После изменений на двор, я до работ приступили повсюдно. Завершить работы плануется до конца вересня. Одночасовые господарки протягивают уборку бульбы, ураджайность якой пакуль находится на леташнем узровне. Прикладная празд два тыдни почнется массовая реализация этой культуры насильництву на сельско-господарчих кермашах. Колькость и якость. 90% жилья, что сегодня будуется у Мазыры, работа мясового дома-будауничного комбината. Оценивают яевя дома у первую чергу – новосельцы. Але продукция комбината не засталася и поза увагой компетентных специалистов. Тему протягни сюжет корреспондента у телеканала Мазыр. Лепший будовничий продукт с 2015 года. Такой высокой оценки, на думку экспертов, в артести на ВС надворная панели, что вырабляются Мазырским дома-будауничным комбинатом. Гэты диплом худко упрыгожить стяну досягнению, якая, до речи, багата узнагородами. Только в этом году подзачный лист Гомельского облаконкама, диплом выставы «Лидер будовничного комплекса России» и диплом первой ступени Усероссийского конкурса на лепшую будовничную организацию. Ставка на модернизацию на початку 2000-х оправдала рызыки. Сучасное итальянское и немецкое обсталявание шмату чым дозволило поскорить процессы творчества. Зарабить его больше якосным. Сегодня предприемство пошло далей. В этом году, в 2015 году, мы освоили выпуск оконных блоков. То есть, если раньше мы покупали окна, то сегодня мы полностью себя обеспечим оконно-балконными рамами и окнами. Также на сегодняшний день мы освоили выпуск пенополистирола. То есть, пенопласт, который раньше закупался, сегодня выпускается у нас на заводе. Зараз ведутся распроцовки проектов домов с квадрами-студиями и так званых таунхаусов. Буйнопанельных индивидуальных домов площадь свыше 100 квадратных метров. Ориентировочный кост 6,5-7 миллионов за квадратный метр. Кошт и якость робят жилье дома-будовничих комбината привабным на будовничем рынку. Дополняют переваги и термины будовничества. Нормативный срок строительства у нас, по сравнению, если делается из штучных материалов, у них больше 12 месяцев, у нас 6,5. Во-вторых, мы выразили из-за того, что все конструкции идут с заводского изготовления. То есть в заводских условиях шпаклюются конструкции и на строительной площадке у нас только остается очень мизерная доля процентов 12-15 мокрых процессов, которые нужно выплатить на стройплощадке. Послуги комбината, запотребованные за мяжей, заказы запланованные до 2020 года. Так, подписанный контракт на будовничество 11-100 квартирных домов у Курску. А на днях Мазыра не чекают делегацию с Бранском. Илона Шауловская, Светлана Груцкова, Вячеслав Прописнов. Телеканал Мазыр. Специально для телерадио-компании «Гомель». Коле 700 молодых специалистов отримали свое первое прационное место в медустановах Гомельщины. У Апошния 5 годов колькость медицинских работников повеличилась на тысячу человек. Але усе вакансии закрыть, пока не отримливается. Об выражении кадровой проблемы у Светлогорском районе. Репортаж Марины Северьяновой. Працовать в Светлогорский район приехали 36 выпускников медицинских установок дукации. Тут молодых специалистов чекали с нетерпливостью. Экскурсия в городский музей, поездка на мемориал «Багартыйон», «Турзлет». Примали молодых специалистов по семейному гостинно. Керівництво Центральной районной больницы сподяется, что медики не просто приехали по размиркованию, а застануться тут назавсюди. За опошние три годы больница отримала самую великую колькость молодых специалистов. Серед новых супрацовников, анестезиологи и реаниматологи, нейролог, акушер-гинеколог, лаборанты-диагности, терапевты, хирург и многие другие. Не хопая только педиатров. Актуальность этой проблемы видовочна не только в Светлогорском районе. Эта проблема не только для области, а для республики. Тяжело нашим педиатрам. Это, как правило, туда идет специальность девушки наши, молодые. Кто-то уходит в декретный отпуск, кто-то не возвращается. Нагрузки сейчас очень большие, поэтому может бояться этой специальности. Хирург Дианис Пиншук – гамельчанин. У Светлогорскую больницу трапев по размеркованию. Признается, что отразу ехать в райцентр не хотелось, а сейчас молодый специалист думает иначе. Сейчас мне нравится коллектив, нравится работать, все устраивает. Основная роль коллектив, я считаю. Именно коллектив хорошо принял, поэтому все отлично. Алена Давыденко из Речицкого района на дворот выбор на коры Светлогорской больницы зарабила сама. Зараз працует медсестрой в обсервационном отделении новонародженных родильного дома. Про своих маленьких пациентов говорит с материнской першотой. Об новых коллегах с удячностью. Мне понравился родильный дом, работа здесь, коллектив очень хороший. Когда я пришла на работу, мое желание было здесь работать. Пошли на встречу все, о помощи никто не отказывал. Самый великий процент забеспечиваемости молодых медиков жильем минавито в Светлогорском районе. Колись квадратные метры не отрымливается продоставить одразу, молодь все равно не застается сам насам с выращением жильевого питания. У таким выпадку компенсуется частка сродков на погашение платы за аренду квартиры. А кроме того, керавництво больницы берет на себе и организацию вольного часа для своих супрацовников. Поездки в театр, проведение музычных мероприемствов и, зразумело, особливая увага спорту. Мы объявили молодежную стройку. Это бывший наш пищеблог. Мы из него делаем спортзал. И у нас через года полтора-два будет свой зал, где люди могут спокойно позаниматься каким-то видами спорта. Настольный теннис, качалка будет и бильярд. Молодь худко оценивает шматликие плюсы працы у Светлогорской больницы. Тем больше, эта зацикавленность поддерживается и материально. В случае заключения контракта на пять годов медики отрабатывают 20-процентную надбавку до оклада. А сейчас такое решение приняли 8 молодых специалистов. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерадо, компания «Гомель». Супрацовники ДАИНа в этом тень постарались повпливать на некоторую напруженность у дорожного руха, которая означает вокруг центрального рынка в Гомеле. С этой метой они провели комплекс специальных мероприемств, накерованных на выявление порушальников правилу припынку и стоянки. Одним выписывали штрафы, до других применяли меры эвакуации транспорту. Александр Гамоля протягнет. Многие транспорта на стоянках и местах парковки – звыклая з'ява для центрального рынка в Гомеле, которые окружаются в улице Солянская, Карповича и Катунина. Не так давно тут отбылась реорганизация дорожного руха. Ситуация поменялась неозначно. Под знаками, которые забороняют припынок и стоянку, по-ранейшему паркуется великая колькость автоматов. Эвакуация транспорта часом – одна эффективная мера издействия. До зручного паркинга, в котором находится побоча, мусти, доезжают не все. Люди спробуют припарковаться, как мога ближе к рынку. В выходные дни, навод на тротуарах, бывая, нема где яблоко упасть. Умешиваться в транспортный коллапс доводится супрацовникам ДПС. Есть автомобиль-эвакуатор, который оперативно подъезжает и устраняет препятствия для дорожного движения путем эвакуации транспортного средства на охраняемую стоянку. Максимальный штраф за порушение правилов стоянки – две базовые величины. Это уличивающий фактор повторности. Куда больше придется заплатить, коль машину на штрафстоянку, а две зе эвакуатор. Сумма разом со штрафом возрастет до 500 тысяч белорусских рублей. В метод стабилизации дорожной обстановки инспекторы сбираются проводить подобные профилактические мероприемства регулярно. Утымлику и вакула стать негандлевых объектов областного центра. Александр Гамоль, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельским палацово-парковым ансамбли открылась незвычайная выстава. «Майстерня» – это не только назва, под которой презентовал свою коллекцию в мостах Сергей Радченко, но и реальная обстановка экспозиции. Подчас презентации выставы «Амаль без светла» проходила импровизованное ток-шоу. Такая атмосфера дозволила всем наладиться на один и творчий настрой. «Майстерня», – признался аутр, – это место одиноты, але Мастак готовы запросить сюды гостей. На своей 40-й полику выставе Сергей представил больше, как 150 картин. Усе творы выполнены в разных техниках. Олейный живопис, акварель, алоуки, пастель – усёх это знайшло своё место в работах творцы. Некоторые этюды, написанные в опошние дни, ясчэ навод не высохли. Их разместили минавито так, як гэта отбывается у соправдной майстерни Мастака. Створать новое Сергею допомагай на вакольный свет. Йон – галонное натхнение и захоплёння Мастака. И на гэтым вечерний информационный выпуск телерадио-компании «Гомель» завершены. Наступный раннешний глядите заутра на телеканале «Беларусь-2» у 7-1. Усяго доброго!